По глазам узнают, я думаю. Узнает не только по глазам, но и по голосу. Юбилярша принимает поздравления. От пышного торжества пришлось отказаться, пандемия. Гости приходят по одному и с соблюдением всех мер. Гильдобот с огромной радостью поздравляет с 85-летием Галину Поликарпову. Это от Татьяны Викторовны и от Совета депутатов. Вас поздравляют с вашим прекрасным юбилеем. Галина Алексеевна, телеканал ОТВ вручаем вам термопод для вашей большой дружной семьи, чтобы вы всегда собирались за большим столом за чашкой ароматного вкусного чая. Мы вас очень любим и поздравляем с юбилеем. Цветы и подарки с юбилеем Галину Алексеевну поздравил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и подарил Павлопосадский платок. Ветеринбургских в ее коллекции не счесть. Во-первых, платок красивый. Во-вторых, такое поздравление. Это, между прочим, разговаривала с Оренбургом, ничего подобного нет. Это Подмосковье. Это Воробьев. День рождения. Телефон Галины Алексеевны не замолкал ни на минуту. Родные и близкие, многочисленные герои ее программ. Каждый хотел поздравить легендарную ведущую Одинцовского телевидения. Внимание очень приятно. Конечно, хотелось всех собрать, всех любимых друзей. Но что делать? Вирус командует у нас сегодня. К сожалению, очень к большому сожалению, договорились. Может быть, встретимся весной. На природе, на даче у Сергея, у сына. Гильда Александровна и Галина Алексеевна познакомились на съемках. Поликарпова делала фильм к юбилею заслуженного учителя России. С этого момента и началась их дружба, которая длится не один год. Мы с ней постоянно на связи, постоянно на связи. Иногда советуемся, иногда посмеемся друг над другом. Это тоже нормально. Поэтому я просто всегда счастлива, что она – фонтан идей. Как вы сказали, так оно и есть. Поэтому я счастлива, что у меня есть, если я не поскромничаю, что такой друг, как Галина Алексеевна. Галина Алексеевна сегодня мечтает не только о том, как отпразднуют юбилей. Есть интересные идеи и для телезрителей, но всему свое время. Мария Шматкова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».